Выехал на встречную полосу и устроил крупную аварию. Серьезное ДТП произошло поздним вечером на улице Родина. Там столкнулись Lada 9 модели и Volkswagen Polo. По предварительной версии, оба автомобиля двигались в попутном направлении. Что произошло дальше и к чему это привело, знает Анна Городнова. Судя по удару, очень большая скорость была. Я не знаю. Повреждение очень хорошее. О высокой скорости как минимум одного из столкнувшихся автомобилей красноречиво говорят повреждения, полученные машинами. Удар был такой силы, что у иномарки отлетела стойка с левым передним колесом. Досталось и отечественному транспорту. У Lada была смята правая передняя часть. К счастью, несмотря на серьезные повреждения, никто из людей в салонах автомобиля не пострадал. О том, как все произошло, рассказал хозяин немецкой машины. Остановился, хотел совершить маневр, а тут пропускал машину. В этот момент человек ехал по встречной полосе, обгонялся по встречке и летел почти на третью часть. Водитель Volkswagen заявил, что двигался с Lada в одном направлении. Вскоре остановился, чтобы пропустить встречный поток и повернуть. Девятка, по его версии, была сзади него. Но ее водитель решил не ждать и выехал на встречную полосу для обгона, чего мужчина за рулем иномарки не ожидал. Молодой человек, представившийся водителем отечественного автомобиля, в своих показаниях был краток. Есть версия, что на встречку выехали. Нет? Не правда? Есть момент. А? Есть момент такой, да? То есть вы обгоняли по слевой стороне, да? Я сейчас не хочу давать интервью, если в следующий раз. Но вы не признательны, да? Нет, не знаю. Оба водителя предпочли не общаться друг с другом, а дождаться сотрудников ГИБДД. Ни у кого из автомобилистов не было видеорегистратора. И доказывать свои точки зрения на причины аварии им, вероятнее всего, придется на словах. Анна Городнова, Арат Назипов, Адель Мулахметов. Вызов 112. Арат Назипов. Арат Назипов. Арат Назипов. Арат Назипов. Арат Назипов. Продолжение следует...